В минувшую пятницу в парламенте Тувы прошло итоговое пленарное заседание членов общественной палаты второго состава. В своем отчетном выступлении Ханукол Мангуш отметил, что общественники второго состава принимали активное участие во многих инициативах и социальных проектах. За это время были проведены такие мероприятия, как форум отцов, работа с неблагополучными семьями и контроль за ходом реализации губернаторских проектов. Одним из уважаемых палатов, субъектов общественной палаты Российской Федерации. Буквально 3-го числа президент проводил сообщество активных граждан. В Дунтале проводилось совещание с руководителем общественной палаты. Там было очень много взаимных упреков на исполнительном представительном образе России. Тогда я у меня выступил и сказал, что у нас таких вещей нет. Председатель общественно-наблюдательной комиссии Марина Суханова о своем докладе рассказала о защите прав не только заключенных, но и их семей. Также она затронула вопросы и о социальной проблеме людей, пребывающих в местах заключения. За 7 лет моей работы ни одной жалобы на условия содержания не поступило. Мы проверяем, тепло ли в камерах, нормальные ли в постельной принадлежности, какое питание. То есть мы это все проходим, смотрим, щупаем, пробуем, в том числе беседуем с осужденными. Кроме того, на заседании были озвучены итоги конкурса президентских грантов России за текущий год. Как рассказала Эльвира Лифанова, в 2017 году в число победителей вошло 5 общественных организаций из Тувы. Это религиозная организация Кызылской епархии, Русской православной церкви, Общество защиты животных Хатико, Тувинские региональные отделения, студенческие отряды России и Союз пенсионеров Тувы. А также общественная организация Союз журналистов Тувы. Проект называется «Мобильная шмона толерантности без языковых и этнических барьеров» на основе полиэтнической общественной библиотеки Союза журналистов Тувы. Мы создали такую библиотеку, 950 экземпляров из своего личного архива передала Надежда Мухарбиковна Антуфьева. Там есть удивительные экземпляры, в том числе слово «арата» на эстонском языке. И в республику было передоим всего два таких экземпляра, вот один находится в нашей библиотеке. Вы можете прийти в домчатый, четвертый этаж, двадцатый кабинет. В любое время рабочая она открыта и доступна для всех, не только для журналистов. В завершение заседания глава Тувы Шалбан Караул также поблагодарил членов палаты за плодотворную работу. Он отметил особую роль палаты в поддержании стабильности в обществе. Отметим, что формирование общественной палаты третьего состава перешло к заключительному этапу. На этой неделе 16 членов палаты на конкурсной основе изберут остальных восьми. Первое организационное заседание третьего состава намечено на вторую декаду декабря.